Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампы, из Финляндии. Ну и под видео, где я показываю апу Валиной, там приспособление для пенсионеров, было написано много комментов. Оля, пожалуйста, делайте продолжение, рассказывайте и так далее. Ну и, конечно, один коммент просто запал мне душу. Девочка пишет, Оля, ухаживаю за мамой, мама перестала говорить, мама плохо ест и так далее. Есть ли какие-то советы? Ну, народ, помните, я не медработник, я не учусь ни на врача, ни, как говорится, что-то в этом духе. Но вот такой помощник пенсионеру и, конечно, в Финляндии настолько дотошно подходят к этой ситуации. Я учусь в ТАК, это Аликуш Тенколу Тушкешкуш, я про это говорю. Конечно, старые видосики вставлю в инфобокс, если вы свою жизнь хотите поменять и начать ухаживать за пожилыми людьми, вот, пожалуйста, советую эти видосики посмотреть и после этого будете делать выводы, это ваше или нет. Может быть, лучше ухаживать за детьми, может быть, за людьми с ограниченными возможностями и так далее. Да, и, конечно, человек проживает определенные года, да, он, конечно, смотрит на свою жизнь, вот, на эту прожитую. Очень маленький процент пожилых людей думают, что будет завтра. Конечно, есть такие, которые живут в доме престарелых, и они не понимают, что они в доме престарелых, и они вечером собираются домой. Но вот такое может быть, если человек, конечно, не помнит, где он находится, он всегда вечером собирается домой. Но обычно люди вспоминают свою жизнь, свою пройденную жизнь, своих детей, своих внуков, где они путешествовали и так далее. И поэтому от них нельзя отнимать вот эту память. И много раз люди, которые думают, ну, вот сейчас мы заберем маму или папу пожить к себе, у нас есть лишняя жилплощадь, мы, конечно, из их дома или из их квартиры ничего старого вот этого барахла к себе перевозить не будем. Мы, мамочки, поедем, купим в Ике новую кровать, новый текстиль, новый какой-то пледик. Эти фотографии тоже вот в этих ужасных рамках нам как бы не подходят под интерьер. Мы купим тоже новые рамочки, вставим, чтобы все это было красиво и чтобы нам подходило к интерьеру. И вот это первая ошибка, которую люди делают. Если вы пожилого человека срываете, как говорится, с насиженного места, у него есть любимая кровать, хоть бы какой там ужасно матрас был, знаете, такой уже, который нужно бы вроде как и заменить. Но родители бывают такие настырные. Если вот этот матрас им нравится, да ты тут хоть костюме ляг, все равно они этот матрас поменять не хотят. Точно так же подушка, точно так же свой текстиль и свой махровый халатик тоже на новый вы их поменять не заставите. И для пожилого человека, который не понимает, куда вы его срываете и почему все его любимое, вот такое насиженное местечко остается дома, да, это может быть первый стресс, который вы приносите больному пожилому человеку, даже не подозревая об этом. Вы хотите сделать как лучше, но получается наоборот. Ну и, конечно, старые фотографии, старые книги, старые альбомы, все должно перевозиться с вашей мамулей или с вашим папулей. И, конечно, это их история. Они наверняка хотят каждый день этот альбом достать, пролистать и так далее. И это всегда здорово. Вот это может активировать эту память, и человек будет вспоминать, переживать, может быть, какие-то ситуации жизненные, и, конечно, память может держаться гораздо дольше, если вы посадите человека в четыре стены и отнимете от него все вот это прошлое, то, что у него было до этого переезда. Ну и, конечно, почему в дом престарелых многие хотят перевезти свой любимый насиженный диванчик, либо какое-то кресло, либо кресло-качалку, хоть какое бы оно ужасное не было, продавленное и так далее. Да, можно положить одну подушечку и две подушечки, и все равно пенсионеры, пожилые люди хотят сидеть на своем вот этом кресле. Я тоже представляю, если вы купите новое, много раз они даже с этого кресла встать не могут, потому что оно может быть выше или ниже старого кресла. Вот, знаете, тут тоже срабатывает вот такая динамика, моторика. У людей пожилого возраста они могут вставать с определенного стула, с определенного места, как говорится, по старой памяти. И точно так же в дома престарелых много раз стулья подписаны, то есть один человек садится на один стул, второй человек садится на второй стул. Многие хотят стула без каких-то колесиков, кто-то хочет стул с подлокотниками, у кого-то вот такое лиуку эста лежит на стуле, то есть чтобы было не скользко, с него легче подняться. Все это есть, то есть никогда вы не знаете, если вы новый стул покупаете, вы думаете, ну стол такой дорогой, уж мамуле точно он должен понравиться, никогда не смотрите на цену, всегда берите свою маму или папу в этот магазин, попытайтесь его или ее посадить, и попытайтесь, конечно, поднять, что не так, что ты сел, провалился, как, знаете, мешок, а потом будет очень тяжело вам свою мамулю с этого стула или из этого кресла, как говорится, выковыривать. Я иногда диву даюсь, что люди вот такое придумывают, они думают, ну у нас-то все хорошо, у нас хорошая ежеплощадь, мы хотим маму к себе взять пожить, и, конечно, у родителей бывает большой стресс вот от этого переселения. Всегда, как говорится, нужно думать, что вы делаете, не хотите вы навредить своим родителям. Ну и если нету вот такого, как говорится, нет возможности с доктором согласовать, какое питание вашим родителям подходит, к сожалению, много раз мы пытаемся накормить, и накормить, как говорится, совсем по-другому, как вашим пожилым родителям эта еда должна приносить радость. Ну и, конечно, у многих пожилых людей нет никакого обаяния, то есть они не чувствуют еду, они не чувствуют запаха еды, и если вы возьмете, нальете хорошего, даже тарелку супа, и возьмете большую ложку, и начнете этого бедного пенсионера этим супом кормить, да, конечно, быстро он начнет кашлять, в другое горло, мы как говорим, вот этот суп может попасть, эта жидкость может попасть в легкие, и, конечно, исход не совсем тот, что вы хотите. Всегда советуйтесь с врачом, какую еду вашим родителям самая вот такая хорошая, и если врач скажет, к сожалению, да, очень плохо ваша пожилая мама или папа глотает, конечно, очень бы хорошо, если эта еда пропускалась через блендер, и вот можете себе представить, если вы на кухне что-то положили в тарелку и пропустили это через блендер, какого еда это цвета? Ну, она такого коричневого, цементного, на вкус просто никакого вкуса тоже у этой еды нету, и тем, кто скажет, ну, Оля, почему нет, через блендер тоже еда бывает неплохая, да, конечно, если вы готовите какой-то овощной суп, и вы пропускаете это через блендер, ну, если там, например, у нас пюре, картошка, какое-то мясо, гарнир, помидоры, огурец, и все это вот летит в этот блендер, да, конечно, вида это такого, как будто вы замешиваете цемент для постройки какого-то гаража, и всегда пробуйте сами, если вам это вкусно, вот можете себе представить, как ваши родители будут эту еду пробовать, и такая еда, пропущенная через блендер, очень быстро остывает, поэтому она должна быть горячей, когда вы подадите эту еду вашим пожилым родителям, она должна быть теплой, ну, и, конечно, эта еда очень быстро застывает, и потом кажется, что ее и простой-то человек не смог бы съесть, а тут пожилые люди, у которых может быть вот еще такое, знаете, не разжевать, не проглотить рефлекс, тоже совершенство совершенно отсутствует, добавляют всегда теплого молока, теплого кипятка, конечно, лучше пусть это вот такого будет состояния, чем застывший цемент, ну, и чем же лучше накормить, конечно, мы берем чайную ложку, и когда я первый раз показывала чайную ложку, чем кормить пожилого человека, да, многие думают, ну, и на это уйдет и 30 минут, и 40 минут, если вот такой чайной ложкой нужно пожилого человека накормить, да, это может уйти и больше времени, поэтому тарелку лучше брать с высокими краями, и даже, может быть, какое-то теплое полотенце ставить, чтобы эта еда была теплая, ну, и многие, конечно, скажут, что 40 минут сидеть чайной ложкой кормить, у нас много раз прямо пальцы не имеют, если вы берете вот такую ложку, да, конечно, вот этот наш зажим, пинцет, как говорят профессионалы, то есть очень часто получается так, что кормите родителей, у вас просто сводят эти два пальца, поэтому я предлагаю ложку брать вот с такой толстой ручкой, да, конечно, такой ручкой вам будет легче накормить, и точно так же пить, многие ставят стакан и думают, ну, стакан или какая-то кружечка, это всегда лучше, чем чайная кружка, ну, и человек может захлебнуться или глотнуть слишком много из обыкновенного стакана или из обыкновенной кружки, теперь продаются ноккомуки, это называется по-фински, стаканчики с носиком, но ни в коем случае нельзя покупать стаканчик, где только носик и там большая дырка, да, пенсионер может отхлебнуть из этого стаканчика тоже слишком много, и это может попасть, вот, как говорится, не в то горло, и эта жидкость пойдет в легкие, конечно, стаканчик должен быть с носиком, и некоторым пожилым людям, вам, конечно, доктор должен дать добро на это, много раз пытаются прописать питье через трубочку, когда человек пьет через трубочку, у него совсем другое количество жидкости попадает, и попадает, всасывая жидкость через трубочку, эта жидкость попадает, куда ей нужно попадать. Народ, честно говорю, когда вот эти уроки были, как накормить человека вот с такими ограниченными возможностями после инсульта и так далее, да, кажется, ну, сидит человек, открывает рот, возьми большую столовую ложку, и давай туда запихивать, что там на тарелке у тебя есть. Нет, накормить такого человека, это нужно, во-первых, море спокойствия, терпения и времени, не так, что вот у меня 15 минут, сейчас я быстро накормлю, и, как говорится, убегаю на работу. Нет, накормить это одно, и вторые 15 минут вы еще должны сидеть рядом, может быть, какая-то салфетка, может быть, какое-то полотенце и так далее, потому что этот человек или ваша мама, или ваш папа должен посидеть, если у него получится вот такая отрыжка, то есть он поел слишком быстро и заглотил слишком много воздуха, да, отрыжка может быть, и вот эта еда может подняться и начнет кашлять, то есть начнет человек задыхаться, и вот эта еда может идти прямо до рта, конечно, да, мокрое полотенце, опять же, стакан воды, может быть, даже какая-то вот такая, чем можно промокнуть, промокнуть во рту, чтобы человек мог вот опять, как говорится, проглотить, если отрыжка такая есть. Иногда я сама даже не знаю, как по-русски мне это объяснить, объясняют по-фински, объясняют вот такие медицинские термины, я, помните, народ в жизни с медициной, дело не имела, нет у меня в родне никаких ни докторов, ни профессоров, но рассказываю настолько, вот как говорится, своими словами, я думаю, люди, которые сейчас ухаживают за своими пожилыми родителями, скажут мне большое спасибо, да, иногда бывает вот такой маленький, как говорится, скачок вперед, и вы поймете, что вашим родителям нужно, нужно купить стаканчик, или действительно трубочку, и когда вы первый раз человека накормите чайной ложечкой, вы поймете, что, конечно, совсем по-другому человек успеет проживать, и маленькими порциями, если вот эту еду вы в рот кладете, он успеет проглотить, и точно так же каша, каша застывает очень быстро, если это, конечно, никакая не манная каша, и эту кашу, если человек сам не умеет пить, она просто прилипает к деснам, например, какая-то овсянка и так далее, да, конечно, эту кашу нужно заливать теплым молоком, чтобы она была вот в таком состоянии, которое легко проглатывается, я сама к каше отношусь очень, как говорится, равнодушно, но я знаю, многие варят кашу, прям ложка стоит, и вот можете себе представить, как пожилого человека такой цементной кашей можно накормить, нет, конечно, и потом остается, она прилипшая к деснам, к деснам, к протезам и так далее, то есть эту кашу даже не отмыть, если вы человека пожилого пытаетесь кашей накормить, всегда смотрите, какая консистенция, она должна быть, вот такой легко проглотимой, ну и, конечно, ничего, то, что нужно кусать, это тоже всегда спрашивают, есть ли какие-то бутерброды и так далее, народ очень осторожно, хлебные крошки и так далее, они быстро прилипают к горлу, если человек еще вот такой, который постоянно кашляет, эти крошки, опять же, могут попасть в другое горло, не рискуйте, если вы хотите какую-то булочку или бутерброд, да, можно теперь все это сделать, размягчить в молоке, но вот такого кусать, как говорится, бутерброда, я бы пожилому человеку не советовала, потому что крошки, это тоже, знаете, не совсем очень, как бы сказать, хорошо, что хотите, как лучше, а получится, как всегда, точно так же все эти семена, орешки и так далее, и помните, очень много появляется у людей с возрастом аллергии, всегда смотрите, если, например, какая-то краснота и так далее, лучше не рисковать, и точно так же, если вы своих пожилых людей моете, смотрите, какого цвета кожа, какого она состояния, кожа может быть очень сухая, и когда я рассказываю, что пожилым людям не рекомендуют, знаете, прям впритык, впритык какие-то вещи, конечно, вещи лучше из натуральных тканей, чтобы кожа дышала, людям иногда бывает такой озноб, кажется, вот нам жарко, 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 а вы такого пожилого человека берете за руку, и руки могут быть ледяные, конечно, натуральные вещи должны быть, это катон, вискоза, шерсть, и всегда, когда вы смотрите на кожу, если вы своих пожилых родителей купаете, смотрите всегда, как они сидят, на каком стуле они сидят, и так далее, вот этот копчик, это тоже у многих пожилых людей большая проблема, если пожилые люди очень худые, и вы смотрите в районе копчика, вот такое красное пятно, если за полчаса оно не проходит, то есть оно не становится светлым, это первый признак пролежней, значит, нужно всегда обращать внимание, на чем ваш родитель сидит, если вы думаете, ну я положу какую-то пышную вот такую подушку, и на подушке-то точно здорово сидеть, нет, подушка слишком мягкая, всегда, конечно, нужно смотреть, с какими ограничениями ваши пожилые родители есть, и вот в этой книге, когда я показываю и снимаю, а повалено это для пенсионеров, вот такие вспомогательные предметы, я, конечно, сделаю вторую часть, спрашивали и так далее, очень много подушек с выемками, с силиконом и так далее, если действительно масса большая, это совсем не говорит о том, что пролежней не могут быть, да, и у худых людей могут быть пролежные, и у людей с лишним весом, не делайте сами диагностику, всегда наблюдайте и так далее, ну и, конечно, если очень много вот таких вещей, которые вы натягиваете на своих родителей, нужно, наверное, от них отказаться, и купить, может быть, даже на один или на два размера больше весь, чтобы не тянуть, чтобы не натягивать, чтобы не травмировать сухую кожу, я, конечно, всегда призываю с холодными мозгами ко всему вот к этому подходить, не то, что если вы своих пожилых родителей перевозите к себе жить, вы перевезете всю вот эту обстановку, чтобы вашему родителю было комфортно, нет, вы можете, конечно, спросить, и когда вы спрашиваете, ждите, что вам ответит ваша мама или ваш папа, не делайте слишком, как говорится, вот так быстро-быстро, поспешно-поспешно, да, это всегда получается, хочешь как лучше, а получается как наоборот, главное, чтобы у вас все получилось, и, конечно, нужно все записывать, потому что человек, вот такой, сегодня помню, завтра не помню, если у вас еще вот такой, стресс, ваши больные родители, делайте записи, делайте какой-то через неделю, например, как учили нас этому в школе, подчеркивайте, выписывайте, что изменилось, есть ли улучшения, и так далее, и так далее, вы поймете сами, что делать нужно, а что делать лучше не надо, ухаживайте за родителями, за папуле, за мамуле, за тетей, за братьями, и так далее, подписывайтесь, не хворайте, с вами была Оля, и Стампер, всем физкульт-привет! Субтитры сделал DimaTorzok,